Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В сети появилась информация о скором преображении Дома-2. Теперь под руководством Марии Буше, директора Австрийской высшей школы этикета, прежнее гнездо разврата превратится в высокоморальное шоу. Мария уже дает уроки Саше Черно. Она станет настоящей леди. А в конце курса обучения Черно ожидает приз. Бал на выбор в Вене, Риге или Лондоне. Ну а пока что сценаристы Дома-2 радуют зрителей только очередной порцией пошлости. В недавнем эфире Влад Кадони взял Ольгу Бузову на руки. Она сказала, что он обязан теперь на ней жениться. Потом ребята ушли за кулисы, но якобы забыли снять микрофоны. И все услышали, как восторгается Ольга после того, как она увидела увеличенный детородный орган Влада. В эфирах показывают, что Рома Капакла и Марина Африкантова ругаются. Рома ездил на свидание с новенькой Олесей, что не понравилось Марине. Правда, во время романтика он дал понять девушке, что у нее нет шансов. А Марина в отместку ходила на дружеское свидание с Лешей Марченко. Ну а в реальном времени Марина и Рома, похоже, уже помирились. Они публикуют совместные снимки. Дима Талыбов рассказал о своих отношениях до проекта. Два года он жил с девушкой, которая старше его на 6 лет и имела трехлетнюю дочку. Они расстались из-за ее измены. «Самое обидное, что я ей не изменял никогда», – пишет он. Так что все говорит о том, что Талыбов пришел на проект, чтобы построить новые отношения на глазах у бывшей девушки и вызвать у нее ревность. Даша Пынцер интригует. «Совсем скоро сообщу вам одну новость». Подписчики Даши предполагают, что сообщить она хочет о своей беременности. Даша с Сергеем давно хотят девочку. Надя Ермакова поделилась радостью. Она купила свой первый автомобиль. «Я довольна, как слоненок», – пишет Надя. Алиана Устиненко рассказала о своих мечтах. «Обожаю детей. У меня мечта с детства. Хочу большую семью, много детишек и дом, полный детского смеха и улыбок. Как минимум трое. Как максимум даже и не знаю. Надеюсь, мои мечты обязательно сбудутся». Вика Романец сделала неожиданное заявление. «Я приняла решение больше не рассказывать о своей личной жизни». Но по поводу совместного отдыха с Антоном Гусевым в караоке Вика сказала, что встретились они случайно и кому Гусев посвящал песни, она не знает. Ксения Бородина приняла участие в фотосессии в роковом образе. Подписчики сошлись во мнении, что это не ее стиль. По сети ходят слухи, что между Лилией Четрару и Сергеем Захарьяшем произошла очередная потасовка, в результате которой пострадал Лилин нос. Но как и в случае с Юлией Ефременковой, этот инцидент решили быстро уладить. Правда, на днях Четрару засветилось на вечеринке от ТНТ и с ее носом вроде как было все в порядке. Так что либо это действительно слухи, либо решили не ссориться с хирургом и решили не портить ему репутацию. В сети появился компромат на новенькую Олесю Клочко. Она сразу же дала понять, что не страдает никакими комплексами. И оказалось, что она такая же любительница пикантных фото, как и ее коллеги. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.